Я против, об этом я давно сказал, в этом направлении, потому что я никогда не был против интеграции, экономической интеграции, но я считаю, что там подоплек все равно остается политический. У меня, скажем, вот такой озабоченность именно, что это в конце концов приведет к какой-то политический новый формат, новую форму какого-то союза, может конфедерации и так далее и тому подобное. И вот это я опасаюсь больше всего. И кроме этого, я знаю, где-то три года, четыре года тому назад в Европе, Европарламенте было очень большой госодискуссии насчет того, что 27 или 28 стран Евросоюза Везде столько там держат переводчиков, переводят все документы на 28 языков и так далее и тому подобное. И они сказали, можно найти нам один язык, чтобы... И все стали против. После дискуссии сказали, каждый государственный язык, это наш язык, это должно остаться, хотя мы в одном союзе. А у нас мы в таможню вошли, сейчас все документация только на русском языке. Кто дал право этому? Вот это я уже первый начинаю, что мы отдали какой-то кусок, хотя президент говорил, мы ничего не даем от своего языка, мы уже кусок отдали. Если завтра будут общие деньги, это мы кусок отдали свои, если завтра будет наднациональный какой-то парламент, и опять мы даем кусок. Я боюсь, что это куски будет, потом из этого куска сложится, скажем, половина торта. То есть мы можем потерять, не боюсь. Да, да, да. И вот первое то, что после таможнего, когда уже все документации я вижу, когда переходят к границе, уже все на русском языке, я 100% знаю документации только на русском языке, все. Для чего, скажем, мы тогда боролись в 89-м году, что в Казахстане был государственный язык, казахский язык. Вот я от этого опасаюсь. Дело не экономическое. Экономическое, с удовольствием, хоть Китаем, хоть Турцией, хоть интеграция, это я знаю, что это плюс большой. Но дальше, если будет политический, и мы видим, и российские руководители об этом открыты. Заявляли, говорили, здесь уже никаких там секрет получения нет. Так что мы должны опасаться, мы должны уже готовиться к этой направлении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова